Всем привет! С вами GameZona на канале Экспресс. Сегодня в программе новости индустрии, хиты недели, лучшие игры для PC и PlayStation 2. Оставайтесь с нами! Sony анонсировала новую игру для PlayStation 2 — Jackie Chan Adventures. Основой для её сюжета послужит одноимённый телесериал. На этот раз игроку доведётся не только поправлять Джеки Чаном, руками и ногами прокладывающим себе путь к цели сквозь полчища врагов, но и немного покривляться перед камерой. Поскольку разработчики из компании Atomic Planet встроили в Jackie Chan Adventures несколько мини-игр для iToy. Выход игры назначен на осень текущего года. Самое время разыграть диск от нашего партнёра CD-центра Gigabyte. Эта игрушка «Властители земель» прямо сейчас достанется одному из вас. А именно тому, кто первым пришлёт правильный ответ на мой вопрос на пейджер-редакции. Ну а вопросик сегодня, ну прямо-таки наилегчайший. Как называется порядок тяжёлой пехоты, вызывающий ассоциации с костяшками пальцев? Мы продолжаем. Далее вас ждут мини-игры для ваших мобилок. Сегодня обозреваем игрушку Break M. Забавный на вид арканоид. Абсолютно тривиальный подход к созданию игры. Однако, попробовав эту мини-гейму, убеждаешься в том, что аркады, похоже, будут жить вечно, не переставая при этом быть привлекательными. Отлично рисованная графика, приятная озвучка и реалистичная физика. Но самое сильное место этой игры — геймплей. Хотите приятно скоротать свободное время? Попробуйте Break M. Не пожалеете. Все игры, представленные в нашей программе, вы без труда найдёте в фирменных отделах компании Gigabyte. Самый свежий софт, музыка, фильмы, ну и, конечно же, огромный выбор игр для PC. Каждый геймер обязательно найдёт то, что ему нужно, именно в отделах CD-центра. Ну а далее — хиты недели. Чемпион этой недели — Брит. 26 век от Рождества Христова. Человечество колонизировало почти все планеты Солнечной системы и устремило свои взоры за её пределы. Однако нападение инопланетян остудило пыл конкистадоров. Хитроумная раса Брит не только разрушила колонии землян на Марсе, но и вплотную подошла к Земле. Так бывает. Отличный экшен нового поколения, возможность управления техникой, практически полная интерактивность окружения. Если вы в восторге от Halo, Chrome, Unreal 2004 и Far Cry, обязательно попробуйте и эту потрясающую игрушку. На втором месте сегодня анимуша. Год 1560-й. Средневековая Япония. Феодалы грызутся между собой, мир погряз во тьме. Нашему герою по имени Шамана Шуки предстоит пройти немало испытаний. Сражаться с хитроумными соперниками, выполнять различные квесты и всё во имя благородной цели — спасения принцессы. Капкам удалось создать достаточно удачный экшен, сочетающий в себе элементы survival horror и самурайских файтингов. Если вы поклонник того и другого, смело покупайте эту игру. Замыкает тройку лидеров на этой неделе Cold War Conflicts. Детище Welcome Games. Действия игры происходят во времена Холодной войны. На выбор предложено целых восемь воюющих сторон. СССР и Китай, США и Израиль, Египет и Сирия. А кроме того, Великобритания и Северная Корея. Каждая страна имеет до 50 уникальных юнитов и огромное количество собственных фич. Компании развиваются по динамическому сценарию, что делает игру ещё интереснее. Словом, всем поклонникам РТС эта игра рекомендуется. А теперь гейм-секреты. Сегодня ломаем игрушку Gladiator Sword of Vengeance. Для того, чтобы заставить этот брутальный хэк-н-слэш стать ласковым и послушным как щенок, всего-то нужно слегка ковырнуть на строчный файл этой игрушки. Итак, добавьте следующие команды в ваш settings.ini файл в директории игры, где единица разрешает, а но и запрещает код. Поэкспериментировав с настройками файла, можно заставить вашего персонажа летать, бегать быстрее или, к примеру, сделать доступными всевозможные фаталити. Чуть больше месяца прошло с момента выхода в свет очередной серии похождений мрачного головореза 47-го. Игра Hitman Contracts возвращает нас в события первых серий боевика, но позволяет прожить их по-новому. Новомодная голливудская болезнь поразила не только Квентина Тарантино, разделившего убить Билла на несколько частей, но и разработчиков из IO Interactive. По своей сути, Hitman Contracts — это эпизод второй, рассказывающий о событиях, произошедших сразу после окончания первой части игры и имеющих лишь косвенное отношение к сиквелу. На дворе по-прежнему 2000-й год, и с момента, как мы впервые попрощались с бритоголовым клоном, прошло всего несколько недель. Очередное задание по устранению политика оказалось ловушкой, из которой наш герой вырвался лишь чудом, но с пулей в боку и преследуемый по пятам отборными частями французского спецназа. Оторвавшись от преследователей, он скрывается в номере дешевого отеля, где его ждет верная смерть. Если не от пул полицейских, так от потери крови. Загнанный в угол 47-й пытается понять, почему и кто его подставил, вспоминая свои прошлые задания. На протяжении игры вы вместе с убийцей должны будете пережить заново дела минувших дней, восстановив произошедшее до мельчащих подробностей, начиная с момента получения задания и до его удачного выполнения. В Hitman Contracts были сохранены все самые лучшие наработки двух предыдущих частей. Вы по-прежнему вольны самостоятельно выбирать манеру поведения в той или иной миссии, но при этом не забывайте, что призовое оружие выдается исключительно тихонем, завершившим миссию без единой невинной жертвы и излишней шумихи. Подводя итоги почти четырехлетнего знакомства с 47-м, теперь уже можно смело сказать, что вторая часть игры, Silent Assassin, так и осталась непревзойденным достижением серии. Из трех частей о похождениях бритоголового убийцы, Hitman Contracts оказался самым коротким — всего 12 миссий, из которых ровно половина уже знакома игрокам по первой серии. Прежде всего, игру хочется порекомендовать тем, кто никогда не видел первую часть, или по каким-то причинам не смог ее закончить. Что касается старожил и ценителей творчества разработчиков из I.O., то они также должны найти в игре несколько интересных моментов, в том числе попытаться пройти все задания на последнем уровне сложности и собрать все призовое оружие. Не спешите переключать канал. Через несколько минут вас ждет знакомство с лучшими образцами консольного игростроения. Вы смотрите телевизор, слушаете музыку или работаете за компьютером и никак не можете оторваться. Знаем, вы побывали в Гигабайте. Широчейший ассортимент самых качественных видеофильмов, компакт-дисков, DVD, программного обеспечения и обучающих программ. Новые поступления каждую неделю. Компания Гигабайт. Строители 16, КДМ-маркет. Красноармейский 64, торговый центр Майский. А теперь и новые магазины по адресам Ленина 63А, магазин Арбат. Ленина 100, магазин Заря. Новоалтайский, оттябрьская 13. Зайди, засиди. NES, Dendy, Kengo, Сюборов и Mecom. Вот неполный перечень имен, которыми называли, на мой взгляд, самую популярную приставку в мире. Nintendo с частотой процессора 1,7 МГц была выпущена немного позже Master System. В 85-м, но уже менее чем через год, каждый ребенок Америки и Японии жаждал эту консоль более чем любую другую. Платформа появилась с довольно-таки неплохим пакетом игр, среди которых, впрочем, особенно выделялись лишь Super Mario Bros. Что можно сказать об игре Марио? Да ничего, настолько она популярна. Ее знают все. Создав свою приставку и игру Марио, компания Nintendo стала всемирно популярной. Ну а для тех, кто по каким-то непонятным причинам пропустил эту игру, поясню. Super Mario Bros. — это типичная горизонтальная бродилка. Главный герой — водопроводчик по имени Марио, который вместе со своим братом пересекает некие абстрактные локации, густо заселенные всевозможными крайне недружелюбными тварями. Попутно чинить трубы, захватывать замки, спасать принцесс, словом, ничего особенного. Однако коммерческий прорыв NES, да и, пожалуй, индустрии видеоприставок в целом, вряд ли был бы возможен без этой скромной невзрачной игрушки. Самый большой в городе выбор игр для видеоприставок вы найдете в магазинах компании «Мир Видеоигр». К примеру, отдел фирмы, находящейся в магазине «Орбита» по адресу Проспект Социалистический, 119А, представляет огромный ассортимент картриджей и дисков для NES и Genesis, игры для Dreamcast и PlayStation, ну а также самые хитовые игрушки для PlayStation 2. Одну из них прямо сейчас мы с вами и увидим. Зона Фендерс 2. 22 век. Человечество колонизировало Луну, Марс и добралось до Юпитера. Центром колониальной империи по-прежнему остается планета Земля, которая выступает в роли метрополии и эксплуатирует свои многочисленные колонии. Second Runner — это продолжение популярнейшего экшена от Хидео Кодзима, создателя Metal Gear Solid. Вы управляете сверхроботом. Jehoody. У вас масса оружия, новые маневры и тактика. В игре предусмотрено несколько специальных режимов. Versus, предназначенный для двух игроков, и Extra Mission, открывающийся лишь тем, кто мастерски справится со всеми специальными заданиями. В Versus открывается огромное количество роботов, с которыми вам предстоит сразиться. Победив каждого из них, вы сможете управлять ими в основном режиме. В Extra Mission вам предстоит пройти определенные локации за ограниченный промежуток времени. Безумные спецэффекты и потрясающий звук. Second Runner в полной мере реализует все возможности игровой приставки Sony PlayStation 2. Всем любителям экшенов просто необходимо иметь эту игру в своей коллекции. Прощаюсь. На сегодня всё. Увидимся через неделю. Счастливо. Мир, который привлекает. Мир чистых эмоций и ярких фантазий. Мир, в котором ты — главный герой. Компания «Мир Видеоигр». Самые свежие новинки. Игры для Sony PlayStation и PlayStation 2. Sega Dreamcast, Dendy и Nintendo. Огромный ассортимент игровых аксессуаров от ведущих производителей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok